Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы рады снова вас приветствовать. Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск нашего видеоблога «Слово эксперту». Мы представляем отдел оценки, отдел оценочных экспертиз. Ведущий наш эксперт, оценщик Гордиан Роман Великович. Здравствуйте. И я руководитель департамента оценки «Калашник» Максим Сергеевич. Мы решили ответить на ваши часто задаваемые вопросы. Собственно говоря, вот один из них. Осветите основные моменты при подготовке документов для нотариусов. И какой документ вы можете предложить заказчику на выходе? Мы работаем с большим количеством нотариальных контор. И оцениваем все движимое и недвижимое имущество для предоставления в нотариальные органы. На выходе мы готовы предложить несколько вариантов документа для заказчика, но основным из них будет являться аналитическая справка, которая включает в себя краткий экспресс-анализ об рыночной стоимости того или иного объекта с проведенным исследованием на дату открытия наследства. Собственно, и в конце этой аналитической справки вывод о его стоимости. Да, на конкретную ретроспективную дату. А скажите, Роман, почему мы предлагаем именно аналитическую справку, а не какой-то другой документ оценки? Да, аналитическая справка является, как я уже сказал выше, кратким экспресс-анализом, который не отражает, да, мы не исследуем там весь рынок, вот, но на основе этого краткого анализа мы можем судить о его реальной рыночной стоимости. Скажите, Роман, а почему мы предлагаем на выход именно документ для нотариусов, который называется аналитическая справка? Мы предлагаем данный документ по нескольким причинам. Нотариусы готовы принимать и принимают данный документ от нас. Более того, он не является каким-то глубоким исследованием, является кратким экспресс-анализом, в котором мы делаем вывод о стоимости объекта, что значительно снижает наши трудозатраты и ваши деньги, наши уважаемые потенциальные заказчики. Уважаемые зрители, обратите внимание на то, что наша организация нацелена именно на то, чтобы помочь клиенту. В данном случае мы от Романа услышали, что в нотариальные органы необходима справка и достаточно краткого содержания, что, соответственно, мы и делаем, что, соответственно, мы предлагаем среди наших услуг. Еще у нас есть вопрос, часто задаваемый, собственно, вами на наших форумах. Готовы также озвучить его и ответить. Ведет ли ваша организация досудебную практику? Ну, тут, наверное, вопрос следует разложить по полкам, так как в досудебной практике нас привлекают, как экспертов, в основном юристы, которые считают необходимым привлечь эксперта или специалиста в той или иной области. Естественно, отдел оценки не является исключением, но в основном мы действуем уже под руководством юриста. Собственно, они дают нам задачу, и мы на нее отвечаем. Досудебная практика, как правило, речь ведется о том, что подкрепить исковое заявление некими расчетами. Юрист пишет, грамотно составляет само исковое заявление, и нас уже привлекает на стадии, когда нужно представить некий расчет, который бы подкреплял это исковое заявление. Точно так же можем предложить несколько видов документов. Все зависит от глубины исследования. Это точно так же может быть аналитическая справка в каких-то мелких случаях. В основном мы предоставляем документы, которые называются исследования специалиста по какому-то вопросу, изучаем предложения о стоимости и делаем какой-то вывод на основе этого. Отчет об оценке мы предоставляем уже реже, потому что это гораздо дороже. И в досудебной практике важно создать прецедент, чтобы суд обратил внимание на ваши исковые заявления, на ваши просьбы. Часто задаваемый вопрос, что необходимо, чтобы начать производство судебной экспертизы. Для производства судебной экспертизы нам необходим запрос на электронную почту, либо в письменном виде, непосредственно появившись у нас в организации, запрос, о котором будет поставлен вопрос. Конечно, сформулирован вопрос. Сформулирован уже конкретный вопрос, поставленный перед экспертом. И в ответ на данный запрос мы подготовим информационное письмо, в котором обозначим стоимость проведения судебной экспертизы, сроки проведения и количество экспертов с регалиями, которые будут рекомендоваться для проведения той или иной судебной экспертизы. Совершенно верно. Совершенно верно. Должны действовать официально. Почему? Потому что существует своя процессуальная практика. Собственно, должен клиент обратиться именно официально. Также официально мы должны выдать ответ. Иногда мы ответы выдаем в виде сканированных страничек, письма информационного. И у нас в приемной всегда можно забрать оригинал. Еще такой момент, о котором необходимо упомянуть. После того, как судебными органами будет вынесено определение о назначении нашей организации как о судебной, мы не имеем права вести какие-то переговоры с нашим клиентом со стороной по делу. Еще один очень часто задаваемый вопрос. Клиенты обращаются с вопросами об ущербе, который произошел в результате залива с соседями. Роман, скажите нам, пожалуйста, какие основные моменты стоит осветить людям, которые оказались в данной ситуации? Ну да, достаточно часто звонят по данному вопросу. Ну, здесь следует знать, на самом деле, несколько основных моментов. Непосредственно после залива с важным моментом будет являться это составление акта управляющей компании, либо ее представителями, который должен быть обязательно подписан и закреплен печатью. Данный акт будет являться для нас потом основанием для проведения исследования, в котором мы с вами будем рассчитывать стоимость восстановительного ремонта той или иной квартиры, то есть определение затрат на приведение имущества в состояние до залива. На выходе мы предлагаем вам, уважаемые клиенты, заключение специалиста о рыночной стоимости восстановительного ремонта в квартире с учетом расходных материалов, которые впоследствии, как мы уже выше сказали, можно будет подкрепить к исковому заявлению для права требований ущерба. Скажите нам, Роман, еще вот о такой процедуре, а если нет акта? Вот если нет акта, произошел залив и все, никто не приходит, никому не интересно, что же делать в этом случае? Ну, в данном случае собственники жилья, да, или арендаторы, не знаю, нет, не так важно, имеют право настаивать на составлении данного акта компании, которая управляет. Если же те отказываются от данной процедуры, наши специалисты, ну, в данном случае я, могу составить собственный акт на основании осмотра, который впоследствии будет также приложен к заключению, вот, и, соответственно, приложен к исковому заявлению. А перед тем, как специалист наш выезжает на место, как говорится, причиненного ущерба, Наша организация инициирует клиента в какой плоскости? В той плоскости, чтобы он уведомил, уведомил виновника, да, результаты этого залития телеграммой, иным каким-то способом, и получил, соответственно, какое-то письменное подтверждение того, что либо он получил, либо не получил эту телеграмму. Это является очень-очень важным. Почему? Да, этот момент является действительно очень важным, поскольку виновники, да, этого происшествия должны также присутствовать на осмотре, чтобы быть уверенным в том, что мы не находимся, да, в каком-то сговоре с клиентом, да, что мы действительно независимые специалисты, и именно для этого происходит уведомление. Очень важно отправить данную телеграмму за три рабочих дня до выезда нашего специалиста к вам, уважаемые клиенты. Вот, если же залив произошел с технического этажа, и вы живете на верхнем этаже, то также необходимо уведомить представителей управляющей компании. Либо появиться у них в офисе, написать два экземпляра уведомления от руки, один из которых у вас примут, секретарь также поставит печать о том, что принял это, также будет являться официальным уведомлением. Вот, и уже непосредственно ожидать их на осмотре вашего имущества. Да, точно так же, как и нашего специалиста. На сегодня это все, уважаемые зрители, мы будем еще появляться в эфире, всего доброго, пишите нам, будем отвечать на ваши вопросы. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова